Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Тимофею для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем заключительную шестую главу. Апостол продолжает наставлять Тимофея о его пастырских обязанностях. В пятой главе он говорил об отношении к самым разным людям, о вдовах, о пресвитерах. Шестая глава начинается с того, как обращаться со слугами. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Сегодня у нас нет рабов, и мы можем сказать, что, может быть, это совершенно неактуальные какие-то слова. Но на самом деле у нас есть начальники и подчиненные, и поэтому с своей стороны какую-то пользу мы, естественно, можем воспринять из этих слов апостола. Что же необходимо? Рабы, под игом находящиеся, то есть будучи рабами, должны почитать господ своих, достойными всякой чести. То есть должны быть уважительны и воздавать честь хозяевам. Почему же это так? Дабы не было хулы на имя Божие и учения. То есть, когда раб, или в данном случае, например, мы могли бы сказать подчиненный, начинает вести себя неправильно, потому что он опирается на учение церковное, понятно, что нарекание будет не только на него, а нарекание будет на Бога, нарекание будет на церковь. Чему там тебя научили? Был у меня нормальный раб, нормально слушался, значит, сходил, стал христианином, услышал, что во Христе нет ни раба, ни свободного, к свободе призванные вы братья. Ну и вот я сейчас просто вспоминаю какие-то отрывки из послания апостола Павла о свободе. И пришел, да, и стал вести себя совершенно по-другому. Ни благочестиво, ни без всякого уважения, унижая своих хозяев, пренебрегая ими. Апостол говорит, если вы рабы, поймите, что от вашего поведения зависит и отношение к церкви. Поэтому, пожалуйста, ведите себя соответствующим образом, ведите себя еще более, может быть, даже, да, с уважением и еще более благочестивым. Особенно же он обращает внимание на те ситуации, в которых рабы верные и хозяева верные, то есть и те, и другие являются христианами. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, только потому что они братья. Ну, то есть, понятное дело, что когда у тебя хозяин христианин, и ты христианин, здесь уже отношения «я хозяин какой-то вещи, а ты вещь», они просто не могут быть, ну, они совершенно неправильными оказываются. То есть это уже братья и сестры. Да, но если это братья и сестры, ты при этом остаешься рабом, а он хозяином, то, естественно, ты должен с еще большим уважением к нему относиться. Он говорит, что тем более должны служить им, потому что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. То есть хозяева со своей стороны любят этих самых рабов, любят тех, кто в данном случае так судьба сложилась, стал, был, может быть, куплен когда-то еще до того, как человек стал христианином, а иногда даже и специально выкупали для того, чтобы по-человечески относиться к тем, к кому другие нехристиане, язычники, относились бы не по-человечески. Более того, естественно, есть масса примеров, когда христиане своих рабов отпускали. Известно в древности, что рабы становились и епископами, и пресвитерами. Был папа Калифс, например, он даже раб, ставший епископом Рима. То есть это не значит, что так все и оставалось, что рабы, будучи рабами верных, оставались рабами и к ним продолжали относиться как к вещи. Но это проходило некоторые этапы. То есть ты стал верующим, твои хозяева стали верующими, пусть ваши отношения улучшатся, пусть они станут значительно лучше, чем были до этого, а не хуже, потому что теперь вы вроде как в одной церкви, и вы, брат и сестра, или там братья, или сестры. Далее апостол предостерегает от лжеучителей. Учись ему и увещевай. Кто учит иному, это уже по поводу всего, что было сказано до этого, да? Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд и ничего не знает, но заражен страстью, красприм, злоречию, лукавым подозрением, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Действительно, вполне такой ветхозаветный подход. Чем правильнее ты живешь, чем благочестивее ты живешь, чем точнее исполняешь ты закон, тем больше Бог тебя любит, и тем, соответственно, у тебя лучше становится жизнь, в том числе и в финансовом смысле, в смысле потребления. Апостол говорит, что это все пустое, и так считают люди поврежденного ума, которые чуждые истины, потому что они думают, что благочестие существует для прибытка. Благочестие существует ради благочестия. Вера и праведная жизнь существуют для того, чтобы быть единым со Христом. Они ценны сами по себе, потому что они ко Христу приводят, а не просто потому, что они дают какую-то жизненную выгоду. Ну, кстати, это сплошь и рядом встречается и сегодня. Мы будем правильно себя вести для того, чтобы Бог нас благословил хорошей работой, хорошей зарплатой, хорошей учебой, хорошими отношениями в семье. Мы как бы торгуемся с Богом, мы тебе благочестивую жизнь, ты нам, соответственно, спокойную жизнь. Но вот апостол говорит, что это совершенно неправильно. И люди, которые в этом соревнуются, не заражены страстью к состязаниям и словопрениям. Дальше это все порождает зависть и распри, злоречие, лукавые подозрения. И все это потому, что люди повреждены умом и ставят перед собой неправильные цели. И апостол говорит, удаляйся от таких, от интересных. Если ты епископ местной общины, как тебе удаляться от тех, кто все это делает? Ведь ты в центре фактически, да, и это не ты от них можешь удаляться, а они могут удаляться от тебя или приближаться. Ты глава местной общины. Но все равно удаляться можно и внутренне, просто не вступая в близкие отношения и в дружбу с такими людьми. Далее апостол пишет, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Прекрасно, да? Прекрасно. Он говорит, что быть благочестивым и не ждать прибытка, не ждать, что от твоего благочестия будут тебе какие-то деньги. Нет. Вот есть благочестие, живи ради Бога, соблюдай заповеди. И при этом будь доволен, стремись к тому, чтобы то, что у тебя есть, тебя и удовлетворяло. Он дальше и говорит, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Никакие вещи. Мы приходим, как Иов в свое время говорит, нагим я вышел из утробы матери, и нагим я уйду в могилу. Нагим не в смысле, что без одежды, а в смысле, что эта одежда уже ничего не будет для меня значить. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим. То есть вот мы едим, у нас есть чем одеться и не будем стремиться к какому-то богатству. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Человек, который стремится к богатству, он, видите, запутывается все больше и больше. Сначала это искушение и сеть, потом безрассудные и вредные похоти. То есть когда тебе открывается возможность для обогащения, обогащение возможно, но как ты дальше с ним поступишь? Если ты родился в богатой семье или у тебя там из-за того, что ты серьезный специалист, у тебя приличная зарплата, у тебя есть возможность обогащения, апостол не обличает богатство само по себе. А он говорит, что стремящиеся к обогащению, которые ставят себе это целью быть богаче, они впадают во вредные и безрассудные похоти. То есть появляются желания, одни, другие, третьи, все больше и больше. И, как известно, человеку не хватает никаких денег, потому что чем больше у него денег, тем больше у него потребностей, запросов, тем больше его желания и тем они разнообразнее. Которые погружают людей в бедствие и в пагубу. И действительно мы знаем, что человек, который бывает раздираем внутренними желаниями, когда вот еще немного и у меня появится то-то и то-то, вот еще немного и я вот это смогу купить, такой человек в бедствии и в пагубе. В пагубе, потому что он с одной стороны внутренне, он расстраивается от того, что чего-то не может приобрести, с другой стороны, потому что он начинает отвращаться от других людей, меняется его отношение с людьми, меняется его отношение к людям, его способность помочь и желание помочь, разрастается эгоизм, разрастаются вот эти собственные потребности. Апостол говорит, что люди буквально погружаются в эти бедствия и пагубы. То есть как будто бы ты только стремишься и стремишься к богатству, а проблем все больше и больше. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. То есть проблема не в достатке самом по себе. И император мог быть верующим, и купец мог быть верующим, и какой-нибудь там хозяин большой фермы, полей, кузницы, какого-то еще производства в древности, он тоже мог быть богатым. Сребролюбие, когда богатство, открывающее для тебя ложные возможности и ложное приобретение, ложное устроение своей жизни, вот это богатство, когда оно, точнее, когда стремление к богатству, стремление к сребролюбию разрастается в человеке, да, он уклоняется от веры, потому что уже, помните, Христос говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Его сокровище уже не в Боге, и поэтому он отпадает от веры и сам себя подвергает многим скорбям. Далее апостол обращается к самому Тимофею. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении и кротости. Что здесь? Просто фигура речи человек Божий или действительно указание Тимофею, да, что он, будучи епископом и будучи христианином, он уже, он человек Божий, поэтому он должен вести себя по-божьему, убегая этого, то есть вот этих всех стремлений, да, к обогащению, к достатку ложному такому. Потому что, конечно, чем выше человек стоит, чем выше он в этой социальной лестнице, тем иногда проще ему бывает упасть, да, вот, поддаться этому искушению, поддаться искушению сделать прибыток, прибыль основой своей жизни. Но преуспевай в правде, в праведности в данном случае, да, конечно, в благочестии, в вере, в любви, уже об этом говорилось в предыдущей главе, в терпении и кротости. Вот о терпении и кротости еще не было сказано. Понятно, что терпение — это не терпение, например, беззакония, это не терпение, например, какого-то, каких-то обязательно чужих грехов, да, здесь это терпение невзгод, которые выпадают на твою жизнь, это может быть терпение каких-то болезней, но речь не говорит, естественно, да, что не лечись, то в другом месте пишет, что вот даже необходимо тебе там, да, вина немножко пить с водой для того, чтобы это благоприятно воздействовало на твой желудок, но все равно, да, терпение оказывается очень важной добродетелью, потому что оно показывает, что ты живешь в мире полном зла, мир во зле лежит. Его невозможно насильно взять, изменить и сделать его каким-то совершенно беспроблемным, но ты со своей стороны, то есть здесь терпение как стойкость, стойкость в вере, стойкость в правильном отношении к Богу, стойкость в правильном отношении к людям, не просто терпение, как вот сжал зубы, так сказать, да, и пытаешься выдержать боль, например. Если тебе больно, ты можешь принять лекарства, это несомненно, но сами все обстоятельства жизни могут быть такими, что ты с ними ничего не можешь сделать, но ты все равно стойко это переноси, потому что Господь рядом с тобой, Он тебя все равно не оставляет. И кротость. Вот кротость тоже важное, интересное понятие в Священном Писании. Например, в Ветхом Завете Моисей назван кратчайшим из людей. Но если кто-нибудь читал Ветхий Завет, да, и видел, как поступал Моисей, с народом, например, да, с какими-то преступниками, с теми, кого надо было наказать, мы им видели, что он был вполне решителен. И с нашими представлениями о кротости это как-то не совпадает. Для нас кроткий человек, который все время гнет голову, все время готов все принять, такой вот не сопротивляющийся ничему. На самом деле кроткий, да, это человек, который готов все принять, только от Бога. То есть человек, который знает свое место перед Богом, знает, что главное, кто его, кто им управляет, да, перед кем он должен быть кротким, это Бог. А не так, что он гнет просто перед всеми голову, мямлит и вообще слово не может в ответ сказать. Нет. Верующий может быть вполне решительным человеком, именно потому, что он чувствует свое место и свое предназначение перед Богом. И то же самое, да, вот мы видели, сколько апостол Павел до этого сказал Тимофею, как он должен увещевать, как он должен управлять общиной, там, да, вот одних бабьих басен уклоняться, других поддерживать, там, руки не возлагать. Он глава общины. Вообще кто-нибудь сказал бы, ну как это глава общины может быть кротким? Ну вот в подлинном смысле слова мы все призваны к кротости, конечно. «Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни». Ну понятно, стремлением, да, стремлением. То есть пусть она будет, вечная жизнь будет целью твоей. «Которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Перед Богом, все животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. «Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто, неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Апостол призывает Тимофея быть верным служителем Христовым даже до явления Господа Иисуса Христа, которое будет явлено по воле Отца, Царя царствующих, Господа господствующих, которого никто никогда не видел, как об этом пишет Иоанн Богослов в другом месте, в Священном Писании. Интересно, что древние христиане действительно, абсолютно искренне верили, что второе пришествие Спасителя будет еще в их время. И этот такой эсхатологизм, это так называется, от слова эсхатология, учение о последних временах, этот эсхатологизм, такое напряженное ожидание Христа, он отличал жизнь древних христиан. Но на самом деле, хотя говорят, пишут, что сегодня в нашей жизни и вообще эсхатологизм ушел, потому что век ты прождал, два ты прождал, уже три, уже у тебя возникает мысль, когда же ты начинаешь жить такой обычной земной жизнью. На самом деле эсхатологизм, он не должен никуда уходить. Мы должны все время жить перед лицом Христовым и в его присутствии. Ведь он не случайно сказал, я с вами во все дни до скончания века. Далее апостол Павел, что интересно, даже уже и аминь сказано, несколько слов все равно добавляет и добавляет обращение к богатым. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. То есть, вот есть тебя богатые в общине, ты, пожалуйста, объясняй им, что это все Бог им дал и дал им для того, чтобы они в том числе и правильно себя вели, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. То есть, конечно, богатый имеет больше путей к наслаждению, к вкусной и правильной пище, и пятию к условиям жизни, но апостол видит наслаждение в совершенно другом, да, дающего нам обильно все для наслаждения, чтобы мы благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, и в этом находили наслаждение для себя в дело недобрых дел, а собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть жизни вечной. И действительно мы видим в истории церкви массу примеров людей, которые были богатые, и богатыми оставались при этом, да, но и очень много помогали, и находили радость не в том, чтобы приобрести себе еще одну безделушку, которая радует первые несколько минут, а потом ты ощущаешь, ну нормально, что она у меня есть, все так и должно быть, да, а радует то, что ты поддержал другого человека, и он теперь тоже счастлив, и вот в этом его счастье ты находишь свое собственное. Наконец апостол заключает послание такими словами. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь». Лжеименное знание, вот мы видели в начале 4 главы упоминания лжесловесников, людей, которые лгут, да, лжеименное знание — это знание, которое подписано ложными именами. Что я имею в виду? Это тексты, тексты, которые подписывались в древности какими-то известными авторами. У нас сегодня существует понятие авторского права, да, и, например, человек, который написал книгу, имеет право требовать, имеет право, во-первых, ожидать, да, что его будут цитировать честно, что никто не возьмет книгу, его, да, и не выпустит под своим именем полностью или какую-то часть. В то же время в древности люди иногда так хотели свое учение преподнести другим и как-то его распространить, развить, что они могли подписывать свои книги, что, по-моему, сегодня практически не происходит, по крайней мере, я никогда такого не видел. Они подписывали свои книги чужими именами. То есть представим себе, что, например, есть какой-то известный врач, который сделал себе имя на честных исследованиях, он честный, да, допустим, какой-то серьезный специалист в какой-то области, и вот человек, который хочет продвинуть какую-то свою ложную методику, на которую никто не обращает внимания, он берет и в каком-нибудь подпольном издательстве публикует книгу и вставит не свою фамилию, а фамилию уважаемого, известного человека. И в таком случае люди, которые будут читать эту книгу, будут доверять ей, потому что она подписана именем уважаемого и авторитетного врача. Вот лжеименное знание это именно то и то и есть. В первом, в начале второго века были распространены так называемые апокрифы. Апокрифы, такие тайные книги, да, которые, сокрытые книги, которые распространялись гностиками, и они подписывались. Пятое послание Павла или послание Павла там туда, туда, в разные города какие-то, апокалипсисы, там, Петра, разного рода Евангелия, Петра, Евангелия, Иуда и так далее. Что это было? Люди брали имена авторитетных для христиан людей, апостолов или каких-то ближайших учеников христовых и подписывались их именами. Даже там было Евангелие от Марии, скажем, да, то есть от Матери, от Матери Христа, например, или там от Марии Магдалины. И верующие, так как невозможно было проверить, невозможно было там кому-то написать и сказать, Павел, ты правда это говорил, Иоанн, это действительно твой текст, да, верующие могли ошибиться. Они не ошибались только благодаря, ну, то есть, наверное, иногда ошибались, но в итоге, в целом, мы верим, что Писание, вот корпус, да, текстов евангельских, он таков, какой он есть, потому что Церковь, опираясь на живую проповедь апостолов и на то знание, которое они сообщили, смогла различить тексты верные от неверных. Потому что, если к тебе приходит апостол Павел и рассказывает, что Христос и его весть является продолжением благовестия Ветхого Завета, его развитием, его исполнением, и приходит какой-нибудь гностик, который говорит, да, Ветхий Завет, это там от другого Бога, он вообще неверен, вот наш истинный Бог, вот наш Новый Завет. Сразу люди держали ухо востро, потому что было понятно, что это гностик, человек, который проповедует какую-то ложь. Да, и вот, о, Тимофей, храни переданное тебе, то есть, я тебе лично рассказал, я тебе вот лично еще и написал, вот это переданное, то есть, отсюда слово предание возникает, да, то есть, то, что передано живыми свидетелями, которые жили со Христом, ходили с Ним, они слышали Его учения, и вот храни переданное, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания. То есть, из всех вот этих ложных рукописей, которые приходят к тебе, и в них может быть написано что угодно, самая страшная ложь, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. То есть, невнимательно отнесясь к этим текстам, к этим учениям, к этой лжи, люди в итоге вообще отпали от веры. И пожелание окончательное, это пожелание можно распространить и на всех нас, апостол говорит, благодать с тобою. Аминь. Всего доброго. Аминь.